Итак, еще раз здравствуйте. В нашей студии Роман Алексеев, главный режиссер Марийского национального театра драмы имени Шкетана и Светлана Строганова, народная артистка республики Мариэл. Здравствуйте, доброе утро. Добро пожаловать в Казань, так бы я начала наше общение. Давайте начнем с главного вопроса. Какие постановки? Мы покажем спектакль, это музыкальная комедия Тулар Ден Тулачи, Сват и Сваха. Это музыкальный спектакль нашего автора Николая Арбана. Он написан полвека назад, но мы его так адаптировали, осовременили, и достаточно такая интересная история, театральность переодевания. Так, о чем речь? Мне уже название нравится. Сват и Сваха. Молодые люди любят друг друга, но родители не могут их соединить, какие-то перипетии. Классическая история. Да, есть друзья, которых мы называем Сват и Сваха, которые помогают им. То есть это положительные персонажи? Да, абсолютно. Ну хорошо, потому что я подумал, вдруг это Ромео и Джульетта, трагично все закончатся. Нет, веселая история. Музыкальная, очень яркая комедия. Да, скажите, пожалуйста, это ваш первый приезд или вы в Казань довольно часто наведываетесь? Это наш третий спектакль, мы дружим с театром Хамала. Третий гастролит. Да, третий, обменный такой спектакль. Они привозили спектакли из Ингершали, Галия Бану. Мы представили тоже два спектакля, вот каждый год, это «Юмон Идер» и «Солика», это наши тоже национальные такие спектакли. Как встречает вас публика? Замечательно. И кто ваши зрители? Наши зрители, это... Морийцы наши, да. То есть это диаспора, вы для диаспоры для своих, скажем так. Не только. Есть зрители, которые посещают театр Камала, которые любят театр Камала. Есть те, кто интересуется Морийским именно театром, потому что мы все-таки национальный театр, мы играем на Морийском языке. Исключительно? Да, исключительно на Морийском языке, поскольку, наверное, наша миссия такая. А перевод есть, да? Перевод есть, это синхронный перевод обязательно. А, ну то есть это любой может прийти, в принципе, и послушать, посмотреть. Конечно, конечно. У нас спектакль, в принципе, есть и переводные, и зарубежная классика, и русская, и национальная драматургия. Ну все на нашем языке, просто на Морийском языке. Хорошо. Жанр, это больше что-то классическое или это что-то такое новомодное, авангардное и нарушающее? Да, и вообще, что вы предпочитаете в репертуаре? Это у нас про классику или это? Ну, мы экспериментируем, мы пробуем, мы ищем. Сегодня нужно как-то все-таки, ну, если мы говорим, что пьеса написана давно, мы решили ее так, побольше света, побольше звука, побольше яркости и юмора туда добавить. Привнести что-то новой технологии. Да, все равно сегодняшний взгляд, он требует какой-то переоценки немножечко. Вот мне кажется, такой красочный спектакль получился. По возрасту, какое целевое учитывание? Ну, мы говорим 12+, в принципе. Интересно, да, кому это будет интересно? Это будет молодежи интересная, у которых есть свахи, да, сватья? Или это старшее поколение? Это вечная тема, которая интересна всем, да? Мне кажется, попадание в любой возраст, да. Очень музыкальный, я повторю, спектакль. Музыку написал наш композитор, знаменитый Сергей Маков. Но совсем недавно прошла такая череда мюзиклов на киноэкране. То есть это тоже своего рода мюзикл, наверное, да? Если музыкальная комедия, очень много музыки будет. Да, можно ездить на Ла-Ла-Лэнду, да? Возможно, да. Оттуда пошла эта тенденция. И еще один интересный вопрос. Как мне кажется, предыдущие два года, да, это третий год, два года были успешными, приезжайте в третий раз. Значит, приедете и в четвертый раз. Обязательно, мы надеемся. С чем можете приехать в четвертый раз? Творческие планы, традиционный вопрос, да. Театр близится к своему столетию в девятнадцатом году, в следующем году. Нам будет сто лет. Поздравляем с грядущей праздникой. Да, нам повезло быть современниками этого события. Мы готовимся, у нас очень такие знаковые должны быть постановки. Я думаю, что мы порадуем вас тоже. Будем ждать и надеемся тоже. Хорошо. Так, давайте еще раз повторим, как правильно по-марийски называется спектакль? Тулар Дэн Тулаче. Тулар Дэн Тулаче. Друзья марийцы и не только, русские татары и все, кто проживает здесь, добро пожаловать в Марийский театр. Будет интересно, мы обещаем. Да.